Поговорить тет-ет-ет о двусторонних отношениях, бизнес-проектах. И не только Владимир Путин пригласил Нурсултана Назарбаева в свою летнюю резиденцию на Черном море. Бачаров, ручей знаменит не только своей историей, куда еще Ельцин приглашал своих соратников обсудить Беловежские соглашения. Все двусторонние встречи в Сочи Владимир Путин проводит именно здесь, за исключением международных форумов и саммитов. И если со своими коллегами Владимир Путин провел двусторонние встречи в кулуарах саммита СНГ и Евразес, то встречу с Нурсултаном Назарбаевым российская сторона выделила отдельно. Она состоялась на следующий день вдалеке от посторонних глаз, но с перспективой на будущее. Россия для Казахстана важный и самый главный и надежный партнер в союзе. Этим все сказано. Объемы этого работы Россия занимает солидное место наше. Особенно в последние годы Евразийского экономического союза эти отношения очень сильно крепкие. Объем нашего сотрудничества очень большой и в политической сфере, в сфере безопасности и в экономике, разумеется. Я рад такой возможности с вами поговорить на все эти темы и уверен, что это пойдет на пользу. Мы с вами встречаемся регулярно, достаточно часто, но просто обстановка и дела этого требует. Наше с вами общение – это существенный фактор развития межгосударственной связи. Я очень рад такой возможности. Казахстан сегодня занимает второе место по товарообороту с России среди стран СНГ. Если в прошлом году взаимные объемы сократились на 16%, то в этом рост больше, чем на треть. Казахстан и Россия успешно взаимодействуют на международной арене и в региональном плане. Положительная динамика сотрудничества и между странами Евразийского экономического союза. За этот год, прошедшие 9 месяцев, взаимная торговля выросла на 33%, то есть на треть. По всем направлениям экономики создаются новые совместные предприятия, совместные инвестиции. И если кто-то критиковал наш Евразийский союз, то попадение соответственно с конъюнктурой сейчас доказывает, что открытые границы, открыто общение людей, открытый переход капитала, инвестиции, дает воды объем странам. Вне саммита в Сочи на встречу с президентом Путиным приехали главы крупнейших немецких компаний. Восточный комитет немецкой экономики – организация бизнесменов в Германии, с которыми активно работает и Казахстан. Этот факт, что Владимир Путин пригласил на эту встречу Нурсултана Назарбаева сразу после двусторонней встречи, вполне логичен. У стран общий рынок по Евразийскому экономическому союзу. Я попросил президента Казахстана в ней поучаствовать. Уверен, что он не только не помешает, а наоборот. У вас будет дополнительная возможность поговорить с президентом еще одной страны. Спасибо, не стали говорить на немецком, тогда бы я ничего не понимал. После этих слов президент Казахстана заслужил поощрительные улыбки тех, кто в принципе пришел сюда, даже не предполагая участия в этой встрече еще одного президента. Речь Нурсултана Назарбаева была более чем информативной. Вообще, каждая встреча главы государства за рубежом – это презентация Казахстана и его возможности, что и было продемонстрировано здесь. Пользуясь случаем, Нурсултан Назарбаев пригласил немецких бизнесменов к еще более активному сотрудничеству. Среди них представители крупного немецкого бизнеса, такие гиганты, как Сименс, Метро, Линде, Кнауф. Пару лет тому назад я был в Берлине. Мы с канцлером Меркель договорились о том, что мы будем привлекать на редкометальные месторождения взамен на технологию и инвестиции в Казахстан. В целом у нас с участием германского капитала успешно осуществляется деятельность более 900 компаний. Глава государства отметил, что сегодня Казахстан запустил евразийский транспортный коридор. Через нашу страну проходят пять железнодорожных, шесть автомобильных международных маршрутов. Они связывают Китай, другие страны Азии, Европы, через Россию, Каспийское и Черное моря, Иран, Индию, Турцию. Таким образом сформированы стратегические транспортные коридоры, соединяющие напрямую Азию, Европу, Север и Юг. И этими транзитными возможностями с огромной выгодой могут воспользоваться и бизнесмены. Казахстан сегодня предоставляет новые возможности, огромный потенциал для выгодного ведения бизнеса. Во-первых, на постоянной основе проводится работа по улучшению инвест-климата, защита прав инвесторов, либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. В прошлом году Казахстан в рейтинге Всемирного банка Doing Business поднялся на 16 позиций и занял 35-е место. А в следующем году в Астане откроется Международный финансовый центр с независимым арбитражным судом, что не могло не заинтересовать немецких предпринимателей, которые, как оказалось, акцентируют свое внимание и на актуальных для Казахстана вопросах. Мы хотели бы поговорить о цифровизации и промышленности 4.0. Эти темы занимают всех нас сегодня. Еще одной важной темой является электромобильность и искусственный интеллект, энергоэффективность. И большая тема, конечно же, это поддержка малого и среднего предпринимательства. То есть то, о чем говорит президент сегодня, это то, по сути, что интересует всех, кто идет в ногу со временем. И предлагая проведение того же самого форума по вопросам цифровым технологиям, глава государства собственноручно открывает новые возможности и не только для своей страны. Встреча к крупнейшим германским бизнесам как раз была кстати. Я их пригласил в Казахстан, они будут и особенно по дигитализации работающей компании придут к нам и как эксперты, что ли, и будут совместно с нами работать, чтобы проводить эту важную работу, чтобы мы не отстали от мирового тренда по всем этим вопросам. Большая часть встречи с главами крупных немецких концернов, которая продлилась около трех незапланированных часов, осталась за закрытыми дверями. А это, безусловно, говорит о новых возможностях и перспективах, которые в очередной раз открыл для своей страны глава государства. Что же касается двусторонних отношений с Россией, то на встрече с Владимиром Путиным, кроме всего прочего, были затронуты два важных вопроса, один из которых о космическом сотрудничестве. Мы отдельные площадки будем развивать, совместные предприятия с Россией, Батерек, когда мы будем строить отдельную пусковую установку, отдельная ракета с чистым топливом, это водород, кислород, они приблизятся с 2025 года до 2022 года, и Казахстан становится точно космической державой. Второе, по просьбе Узбекистана мы должны через Казахстан провести нефть в сторону Узбекистана для их нефтеперерабатывающего завода, для этого надо провести работу, и мы готовы такую поддержку узбекским друзьям оказать, это тоже очень важно. Как сообщил президент, обсудили главы государств и транспортные вопросы. К 2020 году Казахстан пропустит через свои сухопутные маршруты 2 миллиона контейнеров, чего ранее не было. Обсудили лидеры стран и вопросы проведения трансконтинентальной медиамагистрали, которая свяжет Европу и Азию, тем самым еще больше углубив и без того многоплановое сотрудничество между государствами. Айгуля Дилова, Жумагали Бергибаев, Дулат Нитибеков, Хасяну Маркулов и Алмасу Маргалеев при поддержке телерадиокомплекса президента ЖТКОН Сочи. Но прежде чем вылететь в Сочи, Нурсултан Назарбаев провел встречу с рабочей группой экспертов, которая занимается изучением мнений народа, высказанных во время широкомасштабного обсуждения концепции перевода казахского алфавита на латинскую графику и формирует наиболее приемлемую во всех отношениях формулу транслитерации. Одну из них во время этой встречи разработчики представили главе государства. Назымгулькум Испаева продолжит.